Продолжение следует... Многие вообще не вполне понимают, чем конкретно занимается дизайнер уровней и чем он отличается, например, от геймдизайнера или левел-артиста, но все-таки определенные границы можно провести. Геймдизайнер продумывает механики, то есть правила игры. Они определяют цели и возможности игрока и именно от них зависит, какие эмоции будет вызывать игровой процесс. Левел-артист заботится о том, чтобы этот игровой процесс еще и выглядел эстетически красиво. Покачивающаяся на ветру трава, солнечные блики на воде и красивая арка, перекинутая через дорогу, его рук дело. А вот сделать так, чтобы механики работали в реальных игровых ситуациях, при этом сочетаясь со всевозможными красотами на локации, уже задача левел-дизайнера. Он проектирует уровни так, чтобы получались не просто декорации, а полноценные развлекательные площадки. Универсальных принципов в создании уровней нет. Левел-дизайнеру приходится подстраиваться под особенности каждой конкретной игры, ведь даже базовые механики в разных играх работают по-разному. Например, прыжки. В платформере Super Mario Odyssey есть несколько типов прыжков, которые различаются дальностью, высотой и методом исполнения. Один пригодится, чтобы что-то разбить или быстрее спуститься с высоты. Другой поможет преодолеть особенно длинную пропасть. Третий — запрыгнуть на высокий уступ. И левел-дизайнерам игры нужно было найти подходящие моменты для всех этих приемов и дать игроку понять, какой прыжок лучше задействовать в конкретном месте. А главный герой Darksiders 2 умеет не только прыгать, но еще и бегать по стенам, карабкаться и цепляться за уступы. А по ходу прохождения еще и получает возможность притягивать себя к определенным объектам окружения и иногда открывает новые механики уровня, связанные с акробатикой. Но так как жанр игры не платформер, а экшен-рпг, левел-дизайнерам нужно было распределить участки уровней между боями и условным паркуром. Поэтому прыжки и прочая акробатика были объединены в длинные тематические секции, а не раскиданы по отдельности. Впрочем, какой бы интересной ни была механика, ее постоянное использование может надоесть. Если геймдизайнеры заранее заготовили для игрока обширный набор из механик, то левел-дизайнер может выдавать их по очереди, меняя основную механику раз в 2-3 уровня. Например, в экшен-платформере My Friend Pedro нужно не только много стрелять, но и прыгать. Чтобы процесс не наскучил, разработчики постоянно предлагают игроку что-то новое, чтобы он не устал от бесконечной пальбы и акробатики. То скейтборд, то специальные рикошетящие вывески, то снайперскую винтовку. Структура игровых пространств может быть совершенно разной в зависимости от того, какие механики должны раскрываться в игре. Например, та же Dark Souls не казалась бы настолько безжалостной, если бы левел-дизайнеры From Software не спроектировали запутанные уровни с уймой потайных закоулков. Именно дизайн локаций превращает некоторые вполне обычные механики в сложные испытания для игрока. А структура локаций третьего Ведьмака наоборот, делает игру похожей на книгу с постепенно возрастающим размахом событий. Здесь левел-дизайн выполняет уже повествовательную функцию. Игрок знакомится с миром в относительно компактной локации, после чего оказывается в куда более просторном Велине, который на контрасте поражает воображение своим масштабом. Ближе к концу истории Геральт вообще попадает на острова Скеллиги, которые хоть технически и не сильно крупнее окрестностей Новиграда, кажутся огромными из-за регулярного использования лодок и частых перепадов высоты. И местные горы надо либо обходить, либо лезть через них, но в обоих случаях пройденное расстояние кажется больше. Золотого правила или универсального алгоритма создания локаций, принятого в индустрии, не существует. Все зависит от условий конкретной разработки. Левел-дизайнеры не стесняются черпать вдохновение из чужих игр, придумывают на их основе какие-то свои наработки, а наиболее удачные решения просто переходят из проекта в проект. Тем не менее, условной точкой отсчета в теории левел-дизайна принято считать оригинальный Doom. В 1993 году Джон Ромеро разработал собственные правила левел-дизайна, вероятно, первые в истории. Многие из них касались технических особенностей Doom и уже давно потеряли актуальность. В 2020 году вряд ли кому-то пригодится такой совет, как, например, всегда меняй высоту пола, когда меняешь его текстуру. Но другие заветы Ромеро применяются по сей день. Добавляй несколько секретных комнат на каждый уровень. Создавай узнаваемые ориентиры, чтобы игрок не заблудился. Со временем некоторые из этих принципов стали настолько очевидными, что об авторстве Ромеро уже никто не вспоминает. Джон Гатри, левел-дизайнер серии Half-Life, подходил к работе иначе. Valve делала ставку на сюжет, а значит и уровни в первых похождениях Гордона Фримена должны были быть чем-то большим, чем лабиринт с монстрами и цветными ключами, в духе Doom. Вместе с геймдизайнером Келли Бейли, Гатри создавал пространство, которое было бы интересно изучать в отрыве от игрового процесса, которое ощущалось бы реальным. В Half-Life были чисто сюжетные места, созданные для поддержания атмосферы и продвижения истории. А части локаций были тщательно подогнаны друг к другу, и уровни ощущались как единое целое. Для шутеров такое было в новинку. Майк Райан, Рэнди Смит и Сара Верилли, работавшие на D.E.V., пошли еще дальше. Не просто нашли на уровнях место для повествования, но и сделали эти уровни огромными, разветвленными и дотошно проработанными. В первой игре серии было 17 миссий, и большинство из них даже сейчас можно рассматривать как примеры дизайна уровней. Игроку нужно было не столько проходить локации, сколько изучать их. Запоминать маршруты персонажей, искать спрятанные ключи и осматривать секретные дверцы. На внутриигровой карте можно было найти лишь основные коридоры и дворики, видимые невооруженным глазом, а все потайные проходы приходилось искать самостоятельно и запоминать. The Dark Project еще и отличилась тем, что вывело интерактивность окружения на новый уровень, и это приходилось учитывать на этапе разработки локаций. Нельзя же было просто так повесить на стену факел или расстелить ковер в коридоре для красоты. Ведь факела игрок мог тушить, а ковры заглушали его шаги. Оформляя уровни, левел-дизайнерам приходилось экспериментировать с балансом и сложностью прохождения. Но 1990-е вообще были эпохой экспериментов с левел-дизайном. В конце десятилетия это направление игровой разработки наконец начали выделять в отдельную специальность. Прежде созданием локаций вообще иногда занимались гейм-дизайнеры или гейм-директоры. Дизайн уровней стал более сложным делом. Графика совершенствовалась, игровые движки развивались. При работе над уровнями приходилось учитывать все больше факторов. Новые технологии способствовали развитию игр с открытым миром. В 2001 году Rockstar выпустили Grand Theft Auto 3, которая впервые в серии предложила игрокам исследовать игровую локацию от третьего лица. И эта локация была проработана до мелочей. 19 лет назад многие игроки увидели в ней чуть ли не доподлинный Нью-Йорк. Rockstar Games и по сей день фокусируется на архитектурной целостности мира, подчас выстраивая целые города и районы, повторяя реальные здания и улицы. Многие места в Grand Theft Auto 5 или Red Dead Redemption 2 не просто выглядят, но и ощущаются реалистично. Но как в такой ситуации быть левел-дизайнеру, который должен направлять игрока, давать ему маршруты и ориентиры? В Rockstar дизайнеры уровней часто берутся за работу над локацией либо одновременно с художниками, либо даже после них. Такой подход требует слаженной коммуникации и готовности всей команды идти на компромиссы. Перед левел-дизайнером стоит задача не создать с нуля интересную локацию, а превратить в нее уже имеющийся уровень, если присмотреться к этим исторически достоверным и до нельзя реалистичным пространствам в играх Rockstar, то можно заметить, как игрока специально направляют с помощью линий, цветовых обозначений, открытых пространств и освещения. Левел-дизайн, вышедший в 2007 году Assassin's Creed, тоже ценил реализм, но во главу угла ставил все-таки геймплейную проработку окружения. Здесь можно было забраться на каждое здание, на крепостную стену, повозку и, разумеется, на вышки. Именно Assassin's Creed ввела моду на эти геймплейные ориентиры, как правило, представленные высокими строениями, которые и по сей день появляются в играх с открытым миром. Левел-дизайнеров можно понять. Вышки оказались удобным инструментом, направляющим игрока в нужные локации. Они открывали часть карты, разблокировали дополнительные задания и вообще неплохо структурировали перемещение по уровню. Но если поначалу игрокам нравилось раз за разом взбираться на древние башни, чтобы полюбоваться миром и продвинуться дальше в прохождении, то к концу игры механика начинала надоедать. Что, впрочем, не помешало ей пробраться и в другие открытые миры, созданные как Ubisoft, так и другими компаниями. Даже в третьем Ведьмаке был свой аналог вышек. Дорожные указатели, постепенно открывавшие карту и служившие точками быстрого перемещения. При этом мир третьего Ведьмака, в отличие от некоторых Assassin's Creed, ощущался по-настоящему живым. Структурированность локаций не мешала реалистичности, которая в 2015 году окончательно стала трендом в левел-дизайне. Карта мира в The Witcher 3, произведение искусства, секрет успеха которого был довольно прост. По крайней мере, если верить словам ведущего левел-дизайнера игры, Питера Гелленчера. Было бы глупо просто бросать дротик в карту, приговаривая «хочу, чтобы это было вот здесь». Мы размышляли, а как бы мы сами заселяли эту карту, если бы были такими же людьми, как и игровые персонажи. Поэтому мы построили поселение в логичных местах. Тут потому что рядом есть чистая вода, а там потому что под боком лес. Источник пищи и древесины. А вот для локации The Legend of Zelda Breath of the Wild реализм не имеет значения. Здесь они целиком подчинены геймплею. Почти весь левел-дизайн игры крутится не вокруг достоверности, а вокруг центрального принципа, работающего на игровой процесс. И это правила треугольников. Эти геометрические фигуры лежат в основе почти всех объектов на карте. Гор, холмов, крепостей и древних развалин. Меняя расположение и ширину вершин в треугольниках, создатели локации превращали уровень в своего рода открытый лабиринт. Своей верхушкой фигура частично перекрывает обзор игрока, намекая, куда он сможет попасть. А основанием очерчивает ему два пути. Более простой и очевидный, или подлиннее, но с манящим чувством неизвестности. Кстати, ранние тесты Breath of the Wild показали, что игроки куда охотнее выбирают более извилистый путь, отправляясь преодолевать чуть ли не отвесные склоны. God of War 2018 года тоже позволяет игроку преодолевать различные склоны, но к вопросу подходит иначе. У ее компактных уровней более закрытая структура, и поэтому левел-дизайнерам приходится по-другому направлять игрока к цели. Грубо говоря, там, где Breath of the Wild рисует мир широкими мазками, God of War сосредотачивается на деталях. Чтобы управлять вниманием игрока, левел-дизайнеры работают с цветом и светом, прорабатывая до мелочей даже небольшие помещения. Тусклый свет факелов на стенах, тень от болтающейся цепи, солнечный луч, пробивающийся в темный зал, и золотая краска на стене. Все это не столько художественные элементы, сколько геймплейные ориентиры для игрока, даже если сам он этого не осознает. Говоря о преодолении склонов, ущелья и прочей пересеченной местности, нельзя не упомянуть игру, в которой основной игровой механикой служит, пожалуй, самый обыденный процесс. Собственно, перемещение по локации. Разумеется, с таким подходом геймплея левел-дизайну Death Stranding должен был быть совершенно уникальным. Команда Хидео Кодзимы и главного левел-дизайнера Сатоси Мацуно создала множество механик, призванных сделать передвижение игрока чем-то большим, чем просто путем из точки А в точку Б. Это и система усталости, и строительство объектов, и многочисленные инструменты в рюкзаке главгероя. Но чтобы весь этот арсенал заработал, требовалось особым образом спроектировать локации. Просторы постапокалиптической Америки разработаны как одна большая полоса препятствий. Отвесный утес, для спуска с которого потребуется веревка, сменится небольшим ручьем, через который придется перекидывать лестницу. На том берегу игрока будет поджидать небольшая долина, чтобы перевести дух, а за ней густая трава, в которой можно заняться стелсом. Именно тщательно проработанное пространство позволило Death Stranding заново изобрести перемещение по уровню, не вогнав при этом игрока в смертельную скуку. А чтобы избежать скуки, наша школа запускает новый курс по левел-дизайну в необычном формате. Программа построена на геймофикации. Это своего рода квест, во время которого вы не только научитесь основам прототипирования, но и пройдете путь героя в профессии левел-дизайнера, чтобы подготовиться к этой работе еще и на эмоциональном уровне. Среди преподавателей практикующие дизайнеры уровней Михаил Кадиков из Crytek, Илья Иванов и Макс Пирс из CD Projekt Red, Елена Кондрашина, которая работала над Мором, а сейчас трудится над Atomic Heart, а также Денис Куандыков из Void Interactive. На курсе разберем метрики, блокауты, восприятие пространства игроками, визуальный язык, композицию, свет, навигацию, работу с разными типами пространства и многое другое. По итогу создадите собственный уровень с цельной логикой и геймплеем, а в процессе каждый студент будет получать индивидуальные рекомендации и консультации от специалистов индустрии. Курс стартует 15 апреля 2020, но запись уже открыта. Все подробности по ссылке в описании. А с вами были Юрий Кулагин и Дарья Кравчук. Всем до новых встреч!